Друзья, всем привет! Вчера вечером я приехал в новый город, он называется Тат-Ван. Небольшой город, он расположен на побережье озера. Озеро называется Ван. Оно было образовано примерно 200 тысяч лет назад. Время извержения вулкана, вот я так понимаю, вот эту вот часть озера засыпала, то есть южную часть озера залила лавой здесь. И поэтому вся вода, которая стекает с гор, она здесь остается. То есть оно бесточное, оно не выходит в какие-то реки или еще куда-то дальше с этого озера не выходит вода. Это самое большое озеро в Турции. И по-моему на четвертом месте оно стоит в мире по размеру, по величине. Там вот в юго-восточной части я уже вижу снег на холмах. Ну, нужно отметить, что достаточно высоко само по себе это озеро находится. Оно находится примерно на высоте 1700 метров. Мы сейчас над уровнем моря, поэтому это такое вот горное озеро. И я так понимаю, в этой части вообще зимой делать нечего. Может быть какие-то горнолыжные курорты или еще что-то. Потому что многие кафе закрыты и, ну, ветрено, достаточно ветрено здесь. Поэтому здесь нормальных таких более-менее отелей нету. Я останавливался в отеле. Он стоит 170 лир. Ну, в принципе, мне как бы понравилось. Но я не в восторге. Поэтому я сейчас еду. Здесь есть на востоке, в восточной части этого города, озеро Ван. Примерно в 100 километрах туда. По горам, по горам мы сейчас с вами поедем. Будем смотреть, что интересное попадется. Будем снимать. В западной части у них здесь порт даже есть. Вот там корабли стоят достаточно большие. Ну и вот набережная, естественно, проходит. Но городочек меня пока не впечатлил. Я искал какие-то здесь интересные места, достопримечательности. И ничего здесь, кроме горы, на которую надо ехать, ничего здесь нет. Вот здесь проеду немного по северо-западной части. И развернусь, и, соответственно, поеду туда, в сторону, на восток, в сторону Ван, города Ван. Такая вот здесь обстановочка. В декабре вот там на вершинах снег лежит. Я думаю, летом здесь будет прохладно, потому что это такая горная часть Турции. И, скорее всего, сюда лучше всего приезжать летом и купаться в озере в этом. И вот так вот, если поехать в горы туда, на север от Татвана, там есть, во-первых, кратер вулкана, в котором сейчас озеро. И, во-вторых, там Немрут-Даг. Достопримечательность. В общем, она охраняется ЮНЕСКО. И там какие-то головы, статуи, в общем, всякие разные такие вещи. То есть озеро называется Ван, и есть город Ван. Я так понимаю, он здесь самый такой основной в этой области. И, в общем, там есть отели более-менее нормальные, 4-5 звездочные. Остановлюсь лучше там, потому что здесь вот колючая проволока, заборы, и, я так понимаю, нечего здесь делать. Да, там прям солдаты, видно, они у них там стрельбище, они там готовятся. Скорее всего, ничего интересного здесь нету, но зато дорога хорошая, вот такая вот живописная. Ну, относительно живописная. То есть с левой стороны, скорее всего, будут вот такие вот сухие. Сухая почва будет, сухая трава, и, скорее всего, ничего интересного здесь не будет. Его можно объехать, если захотеть, за один день по часовой стрелке это озеро. Но я лучше сразу поеду на восток. Деревья скинули листья, я думаю, здесь холодно будет ночевать в такое время. Поэтому, если вы путешествуете по Турции на автодоме или на чем-то таком, я думаю, лучше по южному побережью, потому что здесь уже достаточно прохладно. Друзья, вот так вот выглядит вот эта вот часть северная этого озера. Относительно так, да, неплохо. Вроде бы все выглядит, вроде бы даже красиво. Но, не знаю. Вода, конечно, такая чистая, голубая. Я так понимаю, это талая вода с рек. Возможно, она даже будет соленая, потому что тут может она смешиваться с какой-то соленой, типа, ну, типа как Иссыкуль в Киргизии рядом с нами, с Алматой. Наверное, чем-то это озеро похоже, потому что оно горное. Но только, скорее всего, это больше озера. Покинул я только что город Татван. Ничего особенно интересного я там не встретил. И вообще, мой опыт путешествия по Турции мне подсказывает, если в городе нет отеля Хилтон, то, скорее всего, это город будет какой-то неинтересный. Все, на склонах лежит снег. Я думаю, это связано с тем, что, во-первых, горная местность. Во-вторых, ну, как бы уже северная часть здесь в Турции. И уже они здесь батареи установлены в отелях, печки они здесь топят. Именно вот в этом городе Ван, куда я сейчас еду, достопримечательности гораздо больше, чем в городе Татван, в котором я только что был. Периодически здесь проходит дорога возле озера. Ну, да, бывает иногда достаточно красиво, но в основном дорога идет через вот эти вот холмы. Так, друзья, должен вам отметить, что весьма приличный мне такой отель попался в городе Ван. Стоит 400 лир. Что это у нас получается? Примерно 20 с чем-то долларов, чуть больше 20 долларов, но он очень приличный. Прям такой весь чистый, нарядный. Весь светится. Здесь есть спа, вот есть в туалете телефон такой, если вдруг захотите позвонить. В принципе, оснащение стандартное во всех отелях, дополнительно одеяло, если замерзнете. Ну, здесь вряд ли кто замерзнет. О, здесь у них богатый прям выбор чая, всякого разного кофе. Я думаю, вот за это придется заплатить. За мини-бар тоже. А чай, скорее всего, можно бесплатно попить, только воды нет. А, нет, вода есть. Как же нет? Вода есть. Вот здесь прям у них так интересно все сделано. Столько много зеркал. Большая кровать. И он как будто бы такой двухкомнатный. Да. То есть, это получается, ну, грубо говоря, возьмите даже 30 долларов. Вот с таким вот видом на крепость Ванн. И вообще на все здесь. Это самый центр, самая центральная часть. Зато здесь почти 100 каналов есть. Можно смотреть, не пересмотреть. Я пришел, говорю, у вас есть комната, мне надо переночевать для... Они говорят, да, есть. Я говорю, сколько стоят? Они говорят, 50 долларов. Я говорю, ребята, вы что? Я тут уже месяц путешествую, ни один отель мне никогда цену не говорил ни в долларах, ни в евро. Мы же в Турции с вами, ни в Америке. А, да-да-да, мы все поняли. 400 турецких лир. Здесь есть спа. Можно в бассейн сходить. На массаж. Выпить чашечку кофе. Вечерний ванн достаточно. Такой живописный. Все здесь у них кипит, бурлит. Люди куда-то идут, причем в таком большом количестве. Я так понимаю, это одна из центральных улиц. У них прям здесь все так современно. По-европейски. Очень много всяких разных ресторанов, магазинов. Очень много всего такого. По сравнению вот с этим Татваном, в котором я был. Абсолютно вообще два разных города. Если бы я знал, я бы еще лучше проехал бы тут пару часов буквально. И с удовольствием бы поспал. Такой классный отель. Чем-то мне Нью-Йорк напоминает. Магазины. И вот так у них здесь фрукты прям разложены. Интересно. Я так понимаю, это одна из самых центральных улиц здесь. У них и отели здесь. И все, что вообще угодно. Все, что пожелаете. Кебабы. Короче, голодными никто не останется. В принципе, первое впечатление достаточно положительное. Об этом городе. Я думаю, мы сейчас находимся на высоте где-то 1700. 1500 метров. Вот так вот называется этот отель. Здесь еще есть ресторан. Конфориум отель. Отель Конфориум. У нас друзья с этого отеля. Очень хорошо видно крепость. Ванн. Крепость. Города Ванн. Замок. И вот сейчас мы с вами как раз туда отправимся. Вот эта часть, где я вчера гулял. Здесь все так оживает вечером. Подсвечивается классно. Такая, в общем, здесь Волкин-стрит получается. Такая улица для прогулочек. Город находится у подножия гор. Вот таких вот холмов здесь. Их видно прямо по курсу. А с обратной стороны там озеро. Скорее всего, вот этот тоже отель должен быть неплохой. И примерно 350-400-500 лир будет стоить такой отель. Ну вот сейчас, в данный момент, в это время. Я не знаю, сколько они стоят летом. Но я считаю, что вот за вот эти цены 10-12 тысяч в 5-звездочном отеле у нас такие где-то отели 50-60 тысяч стоят в Алма-Ате. Это минимум. А если поехать куда-то в Америку, то такой отель может стоить 200-300 долларов. Наверное, не буду выходить, потому что 9 градусов температура за бортом. И я, честно говоря, так не хочу мерзнуть, потому что в этой части, во-первых, ветер сильный дует в Турции. Во-вторых, достаточно прохладный такой уже воздух с гор идет. Поэтому не хотелось бы мне сегодня мерзнуть, потому что я сегодня планирую проехать хотя бы километров 500. Дело в том, что у меня заканчивается уже аренда машины. И я зашел на сайт, хотел продлить аренду, но, к сожалению, вот как раз тут новогодние праздники. И нету свободных машин. Ну, по крайней мере, есть, но не такого типа, как у меня. То есть вот эта машина, на которой я сейчас еду, она уже забронирована. Я ее должен отдать через 5 дней. И вот у меня как раз 5 дней для того, чтобы доехать до Анталии и вернуть ее, и там взять либо другую, либо что-то другое сделать. Кстати, здесь есть дом кошек, но я думаю, я туда не поеду. Какой-то большой дом кошек. Они что-то так любят с этими кошками здесь возиться. Потом в Мардане тоже там что-то с ними возили, с этими кошками. И я думаю, я это обойдусь без кошек сегодня. Ну да, симпатичная крепость. Было бы чуть потеплее, я обязательно бы там полазил. Кстати, когда куда-то едете, обязательно проверяйте. Если вы приезжаете зимой, здесь реально может быть все закрыто. Потому что нет туристов. А, и здесь музей, кстати, совсем рядом. То есть вообще удобно. Вы приехали в музей, погуляли по этому, по крепости, по замку, и все у вас хорошо. С 11 века здесь все начинается. И вот краткая информация на английском языке. Я оставлю вам еще на русском. Дует очень сильный ветер. И здесь такая большая территория. Я так понимаю, что если я сейчас туда пойду, я просто здесь зависну. Ребята, а я хочу проехать. В общем, место достаточно интересно. Если окажетесь здесь, еще здесь есть чуть-чуть дальше туда, на юг. Там есть на острове. На острове надо на лодочке туда плыть. И на острове есть крепость древняя. Тут же покидаю город Ван. Достаточно много всяких разных достопримечательностей здесь. Город большой, город интересный. Возможно, я сюда еще вернусь. В принципе, он мне понравился. Но сюда надо ехать летом, друзья. Сюда надо ехать летом, потому что прохладно. Ну и плюс ко всему здесь такая скудноватая, конечно же, природа. Там степи, какие-то поля непонятные. Более интересная живописная дорога. Это была вот от Тавана до Вана. Вот здесь вот такой промежуточек небольшой. Там я проезжал через горы, через скалы. Там прям снег совсем рядом лежал. Там если прямо туда ехать, там граница, значит, с Арменией, с Грузией. Здесь Ирак, Иран справа. И я хотел доехать до горы Арарат, но подумал, что я ее оставлю лучше на следующий раз. Покатаюсь там в следующий раз, когда будет более теплее. Потому что сейчас туда лезть в горную местность. Там достаточно прохладно. И вот эти вот дороги серпантинные, горные. Там, если снег, допустим, выпал, на поворотах может быть скользко. Потому что вода замерзает ночью, и могут быть скользкие дороги. Поэтому я стараюсь туда не лезть в ту часть. Все больше и больше вам здесь нужно будет проезжать расстояний, чтобы что-то интересное увидеть. Я сейчас проезжал. Были недалеко от Вана. Вот здесь, вот в северной части. Тоже крепости какие-то, указатели на крепости. Ну, в принципе, теоретически желание можно найти. Но это более уже, я думаю, такие летние варианты, когда вы путешествуете на машине. В принципе, вы можете от места к месту вот так вот переезжать. И где-то возле этих крепостей селиться прям на автодоме, на каких-то своих машинах. И уже эти варианты изучать. Местные жители его называли по ошибке морем. Оно может быть соленое в некоторых местах, это озеро. Но оно не имеет выхода. И, как всем известно, озеро – это тот водоем, который находится в углублении, в природном, который не имеет выхода. Если речки никакие отсюда не вытекают, если оно никак не сообщается с океаном, с мировым, значит, это озеро у нас с вами. Самые глубокие точки этого озера до 160 метров доходят. И в самой длинной части оно тоже около 160 километров в длину. То есть достаточно большой водоем. Уже снега должны пойти. А у меня летняя резина, и я бы не хотел бы где-то вот на такой трассе оказаться в снег. Вообще, если с точки зрения безопасности для водителя, лучше всего проезжать около 300, максимум где-то 400 километров в день. Ну, если это дальняя какая-то дистанция. Если мы с вами говорим о том, что мы едем около, нам нужно проехать полторы-две тысячи километров, как можно меньше проезжать там, желательно там 100-200 километров в день. Ну и, соответственно, мы сможем сделать больше остановок. Вообще, желательно остановки хотя бы каждый час, каждые два часа делать, прогуливаться и разминать ноги, чтобы не было застоев всяких и так далее. Попадаются симпатичные участки дороги, но это, конечно же, не сравнится с вот этой южной трассой, по которой я ехал. Южная трасса Турции. Там, конечно, такие красивые скалы, красивые, такое море красивое. И вообще там такие краски, зелени много через леса, периодически дорога проходит. Проезжаем вот эту вот часть уже, северо-восточную, с которой как раз-таки питается это озеро. Вот там Найран дорога уходит. Четыре реки питают это озеро. Ванна. Одну из них я сейчас проехал. И, собственно, вот так уже ухожу туда налево. Еще один был КПП. Еще раз меня остановили. Проверили мой паспорт. Любопытно, что им не нужны никакие документы на машину, не нужны права здесь. Здесь в основном стоят военные и с автоматами проверяют паспорт. Посмотрели паспорт. Казахстан, да, Казахстан, все. Проезжайте. Вот так вот выглядит противоположная часть этого озера. Другой берег напротив Атвана. Друзья, должен вам отметить, что ничего здесь интересного нет. Если вы едете сюда, то, я думаю, надо целенаправленно ехать туда. Ванн, там все достопримечательности, все вот эти памятники архитектуры, археологические достопримечательности. И вот эти все крепости, церкви, храмы, все там. Вот так вот вообще в теории выглядит мой путь. 1500 километров мне надо проехать. Но я думаю, на 4 дня я разобью его и будет нормально. То есть вот здесь 3 дороги есть. Самая центральная проходит по Турции. Потом есть дорога вот севернее туда, в сторону Черного моря, ближе к Черному морю. Еще там есть прямо возле Черного моря. На самом деле здесь дорог много. Ехать от Атвана на запад. Там есть какая-то деревня, крепость бывшая македонского Александра или там его генералов. Южная часть Турции, южная трасса, она намного богаче и на достопримечательности, и на интересные виды. И в общем, я бы, наверное, не стал бы сюда ссуваться без необходимости. Но ничего страшного. Несколько дней я уделил. Я очень много интересного увидел. Обращаю ваше внимание, как в горах, буквально здесь 20-30 километров, наверное, уже испортилась погода, и там идет снег. И поэтому это лишнее подтверждение того, что мне надо отсюда выезжать. Желательно поближе к морю, на юг. Я вот этот проехал Адиль-Севаз, городочек. И нужно отметить, что рядом с ним здесь тоже несколько всяких разных крепостей, всяких разных замков. Но это вам надо будет посмотреть предварительно обязательно фотографии, либо, может быть, кто-то видео снимал. Потому что я не останавливаюсь, я не задерживаюсь. Я вот только вас информирую о тех, что есть. Вот так вот это место называется, городочек. И вот такая вот здесь природа. Здесь уже скалы больше проходят. И дорога такая серпантинная. Возможно, вы захотите здесь провести какое-то время. Камеры стоят, а вот знаков нет. И они никак не сообщают, что здесь радар. Вот, к примеру, по южной трассе, когда я ехал, там прям много-много, так много вообще предупреждений, что впереди радар, что радар, что этот... И, как правило, несколько раз прямо они показывают знаки, там, типа 90, 50, и прям сообщают, сообщают, что сейчас... А здесь просто радарчик вот так стоит. И я сейчас проеду мимо городочка Битлис. И Татван проеду насквозь. Которая часть вот именно непосредственно восточная, северо-восточная, именно вот, которая там в глубине, то там вообще ничего нет. Там я просто проехал, наверное, километров сто, и там в одном месте просто человек стоял там с рыбой, и все. Скудновато, скудновато. Поэтому, думаю, туда лучше не соваться, и как бы в той части вообще делать особо нечего. Но если вы, конечно, не едете мимо... Навигация мне сообщает, что можно проехать по альтернативным дорогам, направо куда-то там уйти, по бесплатным дорогам, и, в общем, это будет на час-лине. Но, как правило, друзья, хочу вам сказать, что можно в такую задницу заехать, и вот этот вот объезд платной дороги, если вы едете из города в город, и вам надо быстро их проехать, вы не ищете какие-то приключения, то вообще оно никак не оправдано. Оно того не стоит. Там экономии вообще нет никакой. И, во-первых, время уходит. Во-вторых, по топливу вы тоже можете получить там расходы, потому что топлива в Турции достаточно много стоит. Передо мной туннель почти 2 километра. В Турции есть туннель очень длинный, по-моему, 15 или 20 километров, или даже еще больше. Вот это мы сейчас едем с вами через гору, через скалу. Здесь продолжает работать связь, продолжает работать навигация. С правой стороны этот город как раз и есть Бетлис. Я его сейчас только что проехал. Здесь тоже проехал такой достаточно мост большой через два ущелья. Если вы туда заедете, там есть тоже достопримечательности, какие-то крепости, связанные с Александром Македонским. Я по диагонали, в общем, читал про эту достопримечательность, про этот город. Должен быть интересный город. Обратите на него внимание. Здесь тоже домики, вот такие вот на сопках. И должны быть там древние всякие разные крепости, которые большую роль играли в древние времена. За 20 или сколько дней я здесь нахожусь, первый раз здесь вижу дождь в Турции. Достаточно неплохая дорога, должен вам отметить. То есть четырехполосная, разделение есть посредине. И я сюда ехал вечером. В принципе, до 120 километров в час даже можно разогнаться на этих серпантинах. С левой стороны там течет речушка небольшая. Я так понимаю, эта река потом в последующем будет впадать в тигр. И по библейскому преданию, где-то здесь должен в горах находиться вот как раз таки Эдем. Нет никаких КПП, нет никаких пунктов, где они фиксируют, то есть именно то, что я проехал на эту трассу, именно то, что я здесь еду. Но я вам должен отметить, что они это все четко контролируют и регулируют. Даже когда вы заезжаете на заправку и подходите на кассу, то есть там на кассе даже знают, какой у вас номер у машины, на какой вы колонке стоите, какой вы бензином заправляете, сколько и в общем, там это все четко фиксируется на любой заправке. Даже если камер нету, то оператор, на каждой заправке есть оператор. Я никогда здесь сам бензин не заправлял, мне всегда заправлял это заправщик. То есть он вручную вбивает номер машины и сколько бензина и где, и это все четко-четко здесь мониторится. Поэтому даже у нас в Казахстане такого нет. Я не знаю, как в России, напишите, пожалуйста, в комментариях. В России, в Украине я такого не встречал. А здесь вот у них прям это все четко. И скорее всего, видимо, где-то есть камеры скрытые, которые даже фиксируют номера по ночам. И то есть они знают, где вы заехали на эту трассу, сколько вы километров проехали, в какое время. Проехать 100 километров днем и 100 километров ночью это две разные вещи. В два раза тяжелее ехать ночью. Во-первых, машины слепят. Во-вторых, нет такой красоты, нет наслаждения дорогой. Просто какая-то жуткая работа и все. Поэтому лучше всегда рекомендую ездить. Особенно в таких вот красивых местах, живописных, конечно же, днем. Плюс ко всему, сейчас здесь температура около 10 градусов. Ночью она моментально падает. И если только водичка чуть-чуть, все, отрицательная температура, эта водичка превращается в лед. И это уже небезопасно. Поэтому рекомендую, по крайней мере, зимой ночные вот эти переезды, большие переходы отставить. Ну, если вы путешествуете, конечно же, лучше путешествовать не спеша, не торопясь. У меня это вынужденная мера. Я, честно говоря, был уверен, что у меня получится продлить эту машину. Потому что я ее один раз продлил, у них машин было много. А сейчас прям только малолитражки остались. И, скорее всего, мне придется ездить на малолитражки. Но, в принципе, меня как бы это не беспокоит. В последующем будет проходить дорога прямо здесь. Туда направо не будет заходить на гору. Да, это, скорее всего, старая дорога. И вот они переделывают, строят здесь такие мосты из металла и на бетонных колоннах. Высокий такой мост, красивый. Скоро закончат. Очень быстро здесь все строят. И так строят еще капитально. У меня сегодня такой вот был хороший прям прыжок. Я доехал до города Диарбакыр. Примерно, наверное, 400, чуть больше 400 километров я сегодня проехал. Давайте покажу вам, как он выглядит. Мы его уже снимали с вами. Ну, на всякий случай. Все равно же съедем здесь. Это вот часть такая окраина Диарбакыра. И вот здесь как раз вот на этой трассе многие отели расположены и всякие разные заправки, автомобильные центры. И чуть позже с левой стороны там аэропорт будет. А центральная именно часть вот этот город-крепость, он там налево внутри. То есть это такая часть новый, новый город. Кстати, не забывайте, что в Диарбакыре глушилки GPS состоят. И вот в какой-то момент, особенно где-то в районе аэропорта, аэропорта, может пропадать сигналы, и навигация может начинать чуть этот, некорректно работать. Вот полчетвертого уже здесь закат, через час здесь уже темно будет. Я сейчас заеду в отель Рамада, в котором я еще не останавливался. Спрошу, какие у них цены. Напоминаю вам, следующий город будет Шанрилфа, если в сторону ехать на море и еще Газантреп там будет. Это три основных города здесь. Диарбакыр, Шанрилфа и Газантреп. Сейчас селюсь в отель, друзья, и вот здесь вижу, вот продают они всякие разные поделочки, по 500 лир, по 1000 лир. Я думаю, если вы пойдете на базар, даже тот же самый Диарбакыр, вы сможете это купить. Все гораздо, гораздо ниши по цене. Вот в таком отеле я остановился Рамадан. Здесь бар есть. Но для меня это не актуально. Вау! Вот это поворот. Такое у меня впервые. Так, меня на первом этаже поселили. 106. Это здесь. за 450 турецких лир у меня было и получше. Да, однозначно. Дороговато. Дороговато. Стандартный набор, но комната маленькая и здесь нет вида никакого. Пойду-ка я попрошу у них другой номер. дубль 2. Посмотрим, что будет сейчас. Так, 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 так. О! А эта комната больше, оказывается. Я могу даже сюда подселить двоих людей в принципе, теоретически. да. Вот что значит отстаивать свои права. Во-первых, больше, во-вторых, ну, вот такой вот вид на закат. Люблю большие комнаты просторные, потому что та совсем малюточка. ну, мне нравится, когда вид из окна нормально, что я могу сделать. Я же не виноват. как бы здесь тоже не, я не могу сказать, что прям супер-присупер. Но, друзья, это как бы 30 долларов. Сколько там? 12 тысяч тенге? 12-13 тысяч тенге. Естественно, в Алма-Ате за 12 тысяч тенге в таком отеле не поселиться. Поэтому будем радоваться мелочам. Звание этого отеля, но я бы не стал его рекомендовать. Лучше посмотрите у меня есть там обзор другого отеля в этом городе, но он далеко отсюда оттуда находится. Если у вас нет машины, то, конечно, вам этот отель больше подойдет, потому что здесь и Starbucks есть, и вообще торговый комплекс. Я, кстати, пойду в него сейчас погуляю. Два этажа и он по кругу идет. На третьем этаже еще фудкорт есть. В общем, все, что только угодно, все здесь есть. А вот здесь, если я не ошибаюсь, они делают прививку от ковида вакцину. Друзья, цены на все практически ниже гораздо. Я не знаю, то ли это из-за курса, то ли из-за чего. Все бренды те же самые. Есть даже некоторые бренды, которых у нас нет, но цены гораздо ниже и выбора намного больше. и есть такие магазины типа Аутлеты, там вообще низкие цены. Поэтому обратите внимание на то, что может быть приезжать сюда вообще без ничего здесь одеваться, а потом с этими вещами возвращаться уже домой. домой.